В IT-лицее имени Альфа-Раби областного центра прошел конкурс инновационных проектов под названием IT-Fest 2023. Учащиеся связывали школьные предметы с современными технологиями, находили нестандартные решения распространенным проблемам. По словам организаторов конкурса, это крепкий шаг на пути привлечения детей к научной и исследовательской деятельности. Ученики серьезно восприняли конкурс проектов, подготовили презентации и видеоматериалы. Критерии оценивания включали в себя актуальность темы и содержания, цели и результаты проекта, масштабы, пропорции макета, технологию и эстетику его изготовления, а также авторство. В этом году мы впервые решили организовать IT-Fest 2023, конкурс для учащихся нашего лицея. Самым первым правилом является, что учащийся должен быть с 1 по 11 класс. Также целью является этого конкурса, чтобы учащихся привить любовь к проектам, скажем, к инновации, чтобы к новаторству. В будущем планируем, что это мероприятие сегодня, если было впервые, то каждый год это будет у нас традиционным. Родительские комитеты «Попечительский совет лицея» обеспечили конкурсу материальную поддержку. Подарки победителям и призы за участие мотивируют, делятся организаторы. Сегодня я принимаю участие в конкурсе, в составе комиссии, конкурсной комиссии на проведение инновационных проектов в IT-лицее имени Аль-Фараби города Кокшетал. Это такое новшество для нашего города, наверное, и для области. И, в принципе, такой передовой опыт, который можно передавать со стороны работы «Попечительского совета» непосредственно лицея, всем остальным учащимся учебным заведениям нашего города. Сегодня дети представляют проекты, подготовленные собственными руками. Мы, как родители, благодарны администрации лицея за то, что начинанием наших детей всегда открыта дорога. И со своей стороны тоже всегда рады поднять мотивацию, чтобы участникам было интересно, мы подготовили призы. Руководителями проектов становились как преподаватели школы, так и родители. Так, проектом по изготовлению робота для защиты городской среды ученица 2-го класса Ясмин Бекеш занималась под началом учителя информатики. А ученица 9-го класса придумала идею для своего проекта вместе с отцом. Тема моего сегодняшнего проекта «Умная теплица» – это проект, управляемый со смартфоном. А ещё у нас есть автоматизированная теплица, то есть она идёт без управления смартфоном, работает самостоятельно. Она сама включает свет, регулирует температуру. Для этого проекта я приготовила три вида теплиц. Одна автоматическая, одна работает на Ардуино, одна через умную розетку. Технология, информатика, биология и экология, социальные науки, искусство и культура, география, физика, математика – ученики могли проявить себя в любой сфере. Ведь инновации распространены во всех направлениях. Первое место занял Марлен Жусуп с проектом про очищение воды. Второго места удостоилась Ясмин Бекеш. Третье место у Айины Сулейменовой. Эльмира Оспанова, Дархан Мужибаев, Алмаз, Адвакасов, Кокщи, Акпарат.